Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Ксения Перчаткина. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Когда у соседей согласие есть, то и двор комфортным будет. В Магнитогорске продолжается реконструкция придомовых территорий. Умным город сам не станет. Только по инициативе властей и жителей в регионе создают интеллектуальные муниципалитеты. Шаг и мат вслепую. В Магнитогорске прошел чемпионат Челябинской области по шахматам среди незрячих спортсменов. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Около 5 миллионов рублей понадобилось, чтобы реконструировать один двор. В Магнитогорске продолжается программа «Комфортная городская среда». В ней участвуют 51 придомовая территория и экологический парк. Масштабы преобразования ценила наша съемочная группа. Автостоянок у нас 10 штук. Мы вышли, бутылку пива лучу выпили, но машину здесь поставим, а на стоянку не поем. Как следствие, еще одна парковка, только стихийная. Проблема общая, пожалуй, для всех дворов города. Активисты сразу решили, что пора навести порядок, а именно расширить проезды, сделать дополнительные карманы для автомобилей, пешеходные дорожки и новую детскую площадку. Большой игровой комплекс рассчитан на юных жильцов сразу нескольких домов. Здесь было до этого очень много народу, которые пили постоянно. Площадки вообще никакой не было. Я тут жил с самого начала дома, поэтому площадки как таковой не было. Довольно. У меня скоро будет малыш. Слава богу, хоть этому повезет. Около дома будет. Не будем далеко ходить. Масштабные работы ведутся и возле соседних многоквартирных домов. Там, по мнению жильцов микрорайона, особенно нужны парковочные карманы. Их общая площадь составит 600 квадратных метров. Мест хватит на 20 машин. Здесь делается парковка, парковочный карман и выравнивается профиль дороги проезда квартального. Здесь раньше стояла постоянно вода, особенно в дожди, весенний период, осенний период. И здесь делается разуклонка, чтобы не было воды, в первую очередь, чтобы здесь вода не застаивалась. Затем, как преображаются дворы, лично следит председатель городского собрания депутатов. Александр Морозов призывает жителей не превращать дворы в нелегальные автостоянки. Сами жители говорят, что соседи не все порой воспитаны. Ставят своих железных коней прям впритык к входу к подъезду. Программа «Комфортная городская среда» финансируется из бюджета всех уровней. На реконструкцию двора для нескольких домов направили 4,5 миллиона рублей из максимальных пяти. Жильцам необходимо было внести только 3% от стоимости работы. Управляющая компания с жителей не взяла ни копейки. Татьяна Зайцева, Ксения Перчаткина, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Новый учебный год начнется уже совсем скоро. Прошли плановые приемки во всех школах города. Готовятся к наплыву юных посетителей и спортивные учреждения «Магнитки». На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Ровесник» ремонтные работы завершены на 99%. И 1 сентября его двери будут открыты для всех желающих. Подробнее о том, что было сделано и что пока только планируется, расскажет Евгения Солхудинова. Физкультурный комплекс «Ровесник» за это лето пережил масштабную реконструкцию. Причем касается это как внутренней, так и внешней отделки. На прилегающей территории расцвели креативные клумбы. Была восстановлена хоккейная коробка. Новыми красками засиял фасад фока. На корте появилось современное резиновое покрытие. Оно пришло на смену старому асфальтовому. И теперь в распоряжении детворы сразу два поля – баскетбольное и футбольное. За летний период нами отремонтированы все практически плоскостные сооружения, трибуны, новые скамейки полностью сделаны. Окрашены все ограждения. Эти трибуны магнитогорцы в шутку прозвали «новые лужники». Активное участие в обновлении территории принимали сотрудники ФОКа и его юные воспитанники. В здании бассейна были также проведены плановые ремонты. Большие изменения произошли вот здесь, в самом сердце ровесника, точнее, в системе водоподготовки. Три демпферных бака объемом 25 кубов каждый. Без остановки работают в режиме 24 на 7. Их срок годности подошел к концу, несмотря на то, что каждый год баки зачищали и красили. Несмотря на толщину металла, который здесь использовался, все это уже со временем прогнило. И, скажем так, была вероятность аварийной остановки уже в этом году. Мы оставили каркас, только оставили каркас полностью изнутри. Обшили все это пластиком для бассейна специальным. То есть у нас сейчас на все про все гарантия 5 лет. Но, по крайней мере, завод-изготовитель говорит, что мы, скорее всего, про эту проблему просто-напросто навсегда забываем. Также большие перемены ждали в этом году мужскую душевую. Ее обновили полностью от пола до потолка. Как кафель, система гидроизоляции, душевые лейки – все новое. Готовность работ здесь составляет 99%. Ну и, конечно, на территории всего ФОКа были проведены косметические ремонты. Косметические ремонты сделаны, опять же, своими силами полностью. Снимали все бригады, загоняли в бассейн. И сами там тоже были. И отмывали, красили. Все делали своими силами полностью. Новый спортинвентарь – это отдельный повод для гордости. Его закупили в этом году в достаточном количестве. В этой комнате лишь треть от всех масок, ласт и обручей. Купили комплекты для проведения акваэробики, там, гантенки, мячи, пласты тоже, да, вот разных размеров, то есть, ну, я не пишу. На все работы в целом было затрачено порядка 4,5 миллионов рублей. Планы на будущее, несмотря на проделанную большую работу, у специалистов немалые. Из ближайших – установка в бассейне термостатов, ремонт в женской душевой и обновление системы видеонаблюдения. У нас в планах такой проект, что мы хотим соревнования и просто обучение на воде транслировать онлайн в интернет. То есть мы, в свою очередь, будем менять систему видеонаблюдения. Это следующий год, первый-второй квартал 2019 года. Ну, а интернет-провайдеры нам оказывают техническую поддержку в трансляции потокового видео. Также в перспективе приведения в порядок большого футбольного поля на территории ФОК «Ровесник». Ведь названию «Новые лужники» теперь нужно соответствовать. Евгения Солхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВН. Продолжаем программу. На карте России появляются «Умные города». В Челябинской области в рамках федеральной программы «Цифровая экономика» интеллектуальным муниципалитетом стал город Садка. Пилотный проект реализует компания «Ростелеком». Какие технологии там внедрены и войдет ли «Магнитогорск» в число «Умных» – расскажем дальше. Несколько неловких движений и выпад пристальным вниманием камер наружного наблюдения. Видеосистема не просто фиксирует, а анализирует поведение людей. Если кто-то нарушит правила приличия, приедет патруль. Это так называемая программа видеоаналитики, которая позволяет контролировать периметр, который видит камера. Этот периметр можно легко настраивать, менять, увеличивать, еще как-то расширять. И когда этот периметр на камере нарушается, то, соответственно, идет сигнал в центре мониторинга. Дальше уже в центре мониторинга принимают решение – посылать полицию или все нормально, дети купаются. Теперь даже в самом отдаленном уголке сквера можно провести время безопасно, используя вся территория, покрыта бесплатным Wi-Fi. И это только часть проекта «Умный город», который в Садке реализует компания «Ростелеком». Начинали с освещения, заменили 2300 уличных светильников. Светодиодные фонари включаются и выключаются в зависимости от уровня естественного освещения. Срок службы у них гораздо дольше, а потребление электроэнергии в разы меньше. Сегодня экономия составляет примерно 90-95%. То есть хорошо сработали, у нас хорошие сети, до этого мы тоже их модернизировали еще. Хорошие электрические сети имеются, сети для освещения улиц в первую очередь. Поэтому в этом плане, ну, наверное, сошлось, просто звезды сошлись. Поумнело и освещение в школе. Новые лампы отечественного производства снижают расходы наполовину. Свет регулируется автоматически в зависимости от того, какая освещенность сейчас на улице. Соответственно, автоматически на парты подается всегда уровень освещенности 350-400 люс, что отвечает всем нормам снега. Передовые технологии «Ростелекома» проникли и в квартиры. «Умный дом» начинается прямо с порога. Обычная пятиэтажка, но с прогрессивными технологиями. На каждом подъезде установлен смарт-домофон со встроенной видеокамерой. Она позволяет не только отслеживать всю придомовую территорию, но и увидеть, кто же к вам пришел в гости. Открыть дверь вы можете, находясь в любой точке мира, владея лишь обычным телефоном. Кроме того, с помощью этого домофона вы можете связаться со службой 112. Откройте, пожалуйста, мне дверь. Спасибо. Система «Ростелекома» устроена так, что попасть ее помощью в определенный подъезд могут только его жители, которые авторизовались в мобильном приложении и имеют персонифицированные ключи и коды доступа. В этом доме не только интеллектуальный домофон, но и индивидуальные приборы учета. Они сами придут показания за газ, электричество и воду. Импульсы эти, они обновляются, значит, ежесуточные, можно посмотреть, воруют ли жители, не воруют, применяют ли они какие-то приспособления, чтобы у них счетчик не работал. То есть данная программа уже позволяет посмотреть, все ли в порядке. Скоро экономика страны будет работать на единой цифровой платформе. Садка входит в 25 умных городов России, где реализуется пилотный проект. И здесь благодаря компании «Ростелеком» уже виден положительный эффект от внедрения IT-технологий. Даже то, что именно в Садке сейчас реализуется, именно Садка стала пилотным регионом, это тоже все не случайно. Вот не бывает таких подобного рода случайных событий. Это все активность руководства предприятий, активность руководителей города. Глава региона отметил, не нужно ждать, когда другие города области станут умными, необходимо действовать. В Нитогорске, например, уже есть первые результаты. Установлено 5000 энергоэффективных светильников и видеонаблюдения в трамвае. Начало положено. Ксения Перчаткина, Георгий Бадаев, телекомпания «ТВИН» из Садки. Трудовые заслуги работников Магнитогорского металлургического комбината, высоко отмечены на государственном уровне. Среди отличников производства есть начальник участка стана 2500 горячей прокатки 4-го листопрокатного цеха ММК Вадим Перепелкин. В Челябинске из рук губернатора области он был награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. С передовиком производства встретился Павел Берсенев. Всем известно, что на металлургическом гиганте трудятся целыми династиями. Это относится и к семье Вадима Перепелкина. На ММК работали его дед и отец. И сам он из тех, кто всю свою жизнь посвятил комбинату. Пришел на градообразующее предприятие в 1982 году, после того, как закончил индустриальный техникум. Сначала 10 лет работал в листопрокатном цехе на броневом стане 2350. Затем в 1993-м устроился старшим вальцовщиком в ЛПЦ-10. Участвовал там в запуске стана 2000 горячей прокатки. Там же дослужился до мастера, а потом и до начальника смены. А уже в этом веке, в 2004-м, он пришел в 4-й листопрокатный. Был старшим мастером, но вскоре опытного работника назначили начальником участка стана. Параллельно с работой цеха Вадим Юрьевичу занимается вопросами реконструкции, в том числе технологического оборудования. Ну и опять же, ссылаясь на его опыт, на его знания, я думаю, те планы, которые возложены у нас запустить стан в 2020 году, я думаю, мы с ними справимся. Действительно, в 4-м листопрокатном сейчас проходит глобальная реконструкция. К 2020 году стан должен полностью обновиться. Прямо сейчас ведется установка клетей черновой группы прокатки. И сейчас пройти по стану, то есть нету таких вот, как в других цехах, то есть дорожка, как называют ее генеральскую, по которой можно пройти, все посмотреть. То есть везде котлованы, везде стоит намонтажная работа. Подобного, когда строительство ведется параллельно с производством, не было ни в одном цехе. Во время реконструкции запланировано всего 4 остановки стана. Ремонт ремонтом, но работу никто не отменял, ведь продукция этого цеха востребована и в России, и за границей. Например, из нее изготавливают трубы для «Газпрома». Также лист, прокатанный в ЛПЦ-4, используется в автомобилестроении. Цех сейчас, да, загружен на 100%, то есть у нас производственная программа, допустим, на этот месяц 322 тысячи, суточное производство 11500, ну, то есть 100% загрузки. Почти за 36 лет работы прокатчиком Вадим Перепелкин изучил производство досконально, прошел практически все звенья в трудовой цепочке. Но кроме знания того, как работают механизмы, не менее важно уметь наладить контакт с людьми. В подчинении у Вадима Перепелкина около 150 сотрудников. Человек ответственный, он требует такого же отношения и от остальных, хотя понимает, что каждому необходим свой подход. Приходит, допустим, молодежь, если сразу с ними начинать жестко, допустим, общаться, люди теряются, то есть пытаемся с ними помять. Потом уже, когда выясняем, что человек из себя представляет, там уже немножко отношение к нему меняется. А к самому Вадиму Юрьевичу, если отношение руководства и менялось, то всегда только в лучшую сторону. Еще работая в 10-м листопрокатном, он получил знак почетного металлурга. Теперь вот медаль Ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Получал награду магнитогорец лично из рук губернатора области. Бориса Александровича Дубровского я знаю хорошо, мы с ним в 10-м цехе работали. Когда он был генеральным, при этом начиналась уже реконструкция 4-го цеха, значит, поинтересовался в реконструкцию даже. Как она закончилась или нет, то есть нет, пока продолжаем. Для многих из тех, кто был награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством, приглашение в резиденцию губернатора стало приятной неожиданностью, ведь вместе с почетным званием получаешь и стимул для дальнейшей отличной работы. Павел Берсеньев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИМ. К другим темам. Ветеранская организация Магнитогорского металлургического комбината славится своими талантами, особенно садоводами. Они подводили итоги садово-огородного сезона. Был организован традиционный конкурс-фестиваль «Дары осени», рассказывает Юлия Никифорова. Фестиваль «Дары осени» – это праздник урожая, трудолюбия и садоводческого мастерства. Полюбоваться здесь было чем. Команду-участники украсили свои столы фруктами и овощами невероятной красоты и размеров, веселыми композициями из них, выпечкой, любовно приготовленной умелыми хозяйками, соленьями-вареньями. Готовились к фестивалю участники Советов ветеранов творчески и с юмором. Мы представляем команду МРК, а изюминка у нас сейчас футбол. Мы же за него болели, чемпионат мира по футболу был. И вот мы решили показать на своих выращенных растениях чемпионат мира по футболу. Мы представляем объединенную сервисную компанию, поиска сокращенно. Участников пять человек у нас все свои, что мы вырастили, что мы сами изготовили, представляем. Мы каждый год, между прочим, выставляем эту композицию. И всем нравится, потому что мы все любим именно природу, именно овощи, фрукты. Уважаемому жюри конкурса предстояла серьезная и непростая работа – перепробовать и оценить солидное количество садоводческой продукции, представленной участниками, и изготовленных из нее блюд. Участников у нас сейчас, вот считайте, семь команд по пять человек, это вот 35, это чисто участников. То есть еще они в цехах отбирали себе тех людей, которые могут представить, которые могут предсказать, которые могут представить свою продукцию. Номинации такие будут. Самые лучшие овощи, самые лучшие ягоды, самая лучшая композиция, самое лучшее представление. Российские садоводы – это известные друженики, фанатично влюбленные в свое дело. Отсюда и результат. Взгляните, к примеру, на картофель команды прокатного производства. А какова малина у прокатчиков? Ягода малина летом гвоздь извола, Так всегда лети, искренне в рассвете, Ах, какой сладкой малина была! Команда ветеранов-прокатчиков решением жюри была удостоена первого места, стала победителем фестиваля «Дары осени». Второе место присвоили горно-обогатительному производству. На третьем – команда объединенной сервисной компании. Лучшие команды будут представлять ветеранскую организацию ММК на городском конкурсе «Дары осени». Ну а всем, без исключения командам-участникам этого праздника, организаторы подготовили призы и подарки. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Последний месяц лета самое время подумать о теплой и стильной обновке. Масштабную акцию подготовили для жителей города в отделе верхней одежды и аксессуаров «Полюс», расположенном в торговом центре «Тетрис». Представлена здесь новая коллекция норковых шубок порадует не только безупречным исполнением и красотой изделий, но и ценами. Меховой салон «Полюс» открывает новый меховой сезон. Полное обновление ассортимента, шубки и пальто всех размеров, расцветок и форм. Эксклюзивным предложением являются шубы из «Блэк Ламы». Здесь вам помогут подобрать именно ту модель, в которой вы будете неотразимы. Высокое качество, широкий размерный ряд и фасонов – это, пожалуй, главные отличительные черты новой зимней коллекции. Удачный крой придаст привлекательные формы женщинам любых размеров с 38 до 70. Прямые силуэты для любительниц классики, для модниц – дизайнерские модели. Элегантный силуэт дополняет модные цвета и отделка. Затрудняетесь с выбором, опытные консультанты помогут вам определиться с фасоном. Заметим, что у каждой шубки есть свой чип. Купить все необходимое можно как за наличный расчет, так и расплатиться карточкой по терминалу. В салоне пользуются особым уважением люди старшего поколения. Для них особое внимание и максимальные скидки при наличии пенсионного удостоверения. Спешите в салон за скидками. Вплоть до 10 сентября в «Полюсе» проводится ликвидационная распродажа прошлогодней коллекции. Приходите за хорошим настроением в меховой салон «Полюс», расположенный в торговом центре «Тетрис» по адресу Проспект Ленина, 119. О культуре. Красота в простоте. Напомнить об этом решила Магнитогорская картинная галерея. Здесь состоялось открытие сразу двух выставок. Их авторами стали наши земляки, художники-шестидесятники Виктор Антонов и Василий Дьяков. Рассвет их деятельности выполн на хрущевскую оттепель – недолгий период ослабления тоталитарной власти. Южноуральским художникам он принес долгожданную свободу самовыражения, дав толчок к созданию настоящих шедевров. Приехав немного пораньше, наша съемочная группа застала последние приготовления к открытию выставки. В процессе выяснилось, что вспомнить о художниках-шестидесятниках заставил 80-летний юбилей Виктора Антонова и что изначально хотели показать только его работы. Однако вскоре поняли, чтобы зритель по-настоящему прочувствовал величие и трагизм той эпохи, этого будет мало. Так появилась еще и выставка Василия Дьякова. Ведь мощный глоток творческой свободы вдохнули оба художника, но только Дьяков сумел пройти этот путь до конца, в то время как жизнь Антонова была оборвана на лету. Он работал в художественном фонде Челябинской области и, конечно, он был исключен из состава этого фонда. Мастерскую у него отобрали, скульптуру выбросили просто на землю, на газон, поразбивали очень многое и выбили почву из-под ног. И последним ударом это был уход его любимой матери, буквально через два года, тихо, очень во сне он уходит сам. Таким гонением тогда подверглись художники, отступившие от соцреализма, единственного изобразительного метода, допущенного в Советском Союзе. На этом хрущевская утепель и закончилась, а начиналась она с невиданных ранее свобод, позволивших заглянуть за железный занавес. Просочилась информация о творчестве художников Запада. Естественно, они попытались работать по-новому, и интерес вновь к авангардному искусству проявился. Антонову Дьякову хотелось реальность не копировать, а осмыслять, обобщать, что авангардное искусство как раз сделать и позволяло. Например, для Антонова настоящим открытием становится знакомство с творчеством британца Генри Мура. Именно под его воздействием появляется вот эта серия скульптур, названная художником эмоции. Его часто работы не брались на выставки реалистического советского искусства и так далее, именно потому, что у них не было ушей в этих вот созданных им образах. И он как бы человек был принципиальный, поэтому однажды, когда выставком завернул его очередную голову, он отлил из гипса целый мешок ушей и послал членам жюри выставкома. Он же стремился к простоте формы, к выразительности вот этой формы. Поэтому вот эти мелкие детали ему были не нужны. Дьяков, в свою очередь, черпает вдохновение в работах запрещенного в Союзе русского художника-теоретика Петрова Воткина, знаменитого своей сферической перспективой и неожиданными ракурсами. Ракурс интересный. То есть, посмотрите, как мы видим предметы. И сверху, и сбоку. И этот прием впервые был использован художниками-кубистами. То есть, эта традиция, этот язык художественный, который возник в начале 20 века и который формировал новое искусство. Вот то искусство, которым хотели заниматься Дьяков и Антонов, и которое было под запретом. Стоит сказать, что избежать расправы Дьяков смог благодаря уединенной жизни в маленьком уральском городке. Именно это помогло ему пережить тот страшный период и состояться как художнику-авангардисту. Сегодня он живет в Санкт-Петербурге и, несмотря на преклонный возраст, не прекращает поиски истины, которая бы олицетворяла духовную философию нового мира. Стоит отметить, что выставка Василия Дьякова, представленная Челябинским музеем изобразительного искусства, выставлена в Магнитогорске впервые. Глядя на нее, можно только предположить, какие бы высот мог достичь его друг Виктор Антонов, который, несмотря на прерванный полет, все же успел оставить свой след в изобразительном искусстве. Глазки-пуговицы, да? Ну, ведь с каким удивлением они на самом деле смотрят на этот мир до сих пор и до сих пор трогают нас. Татьяна Артеменко, Александр Макаров, телекомпания ТВН. О новостях спорта через несколько секунд. В Магнитогорске в течение трех дней проходил чемпионат Челябинской области по шахматам среди незрячих спортсменов. В нем участвовали команды из пяти городов, включая гостей из Казахстана. За финальными играми чемпионата наблюдал наш корреспондент. Рассказ о чемпионате по шахматам среди незрячих следует начать с объяснения, как в них играют люди, которые не видят ни доски, ни фигур. Нет ничего невозможного для человека, желающего чего-либо достичь. Это касается и шахмат. Незрячие люди используют специальные шахматные доски с дырками и фигурами на ножках. Черные поля на них выпуклые, чтобы можно было определять их на ощупь. Фигуры тоже отличаются. Черные гладкие, белые с рифлеными краями. Но все эти приспособления незрячий шахматист использует на начальном этапе освоения игры. Председатель Магнитогорской организации Всероссийского общества слепых Юрий Мелехов рассказывает, что в дальнейшем незрячий человек учится играть в уме, мысленно представляя и доску, и фигуры, и запоминая ходы. У нас в городе вот таких четыре человека, которые умеют играть, не глядя на доску. В уме. Да. Вот Рожков Александр. Молодой человек. Я с ним не раз играл в уме. Бывает, когда ездим на какие-то мероприятия, соревнования, дорога дальняя, и мы в уме свободно играем в автобусе. Юрий Васильевич, кстати, тоже принял участие в чемпионате, показав шестой результат среди 16 шахматистов. Хотя соревнования имели статус областных, фактически их можно было назвать и региональными, и даже международными. Впервые в Магнитку приехали представители обществ слепых Тюмени и Казахстана. Собралось пять команд. Победителями соревнований, обладателями лучших результатов, как в командном, так и в личных первенствах среди мужчин и женщин, стали челябинцы. Здесь очень хорошие условия для проживания, для игры. Очень интересно было поиграть. И вот у Юрия Васильевича Магнитогорская первичная организация, она лучшая в России. Я, конечно, хотел бы поблагодарить все место организации города, организацию Магнитогорского города, и женщин, особенно, которые с нами очень даже хорошо ухаживали. И всем большое спасибо. Плюс еще культурную программу нам организовали, ходим в аквапарк. Так что здесь очень интересно играть, турнир очень хороший. Шахматный турнир действительно стал встречей добрых друзей. Его участники остались очень довольны магнитогорским гостеприимством и пообещали приезжать и впредь. Турнир будет продолжаться. Мы со своей стороны поддерживали и будем поддерживать общество слепых. Здоровья вам, благополучия, успехов и удачи. Юлия Никифорова, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях на нашем сайте tvdfisin.ru. А также на канале ТВИН Магнитогорск в кабельных сетях операторов ТТК Магинфо, Дом.ру, Интерсвязь и МТС. Всего вам доброго. До встречи. СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ МАГНИТОГОРСКИЙ КОМБИНА МАГНИТОГОРСКИЙ КОМБИНА МАГНИТОГОРСКИЙ КОМБИЛЧЕСКИЙ РАЗВЮТ МАГНИТОГОРСКИЙ КОМБИЛЧЕСКИЙ КОМБИН